Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Ход войны. Армия обороны Израиля продолжает вести бои на нескольких фронтах. Гуманитарные паузы. Израиль отверг резолюцию Совета Безопасности ООН. Голда. Судный день. В Москве прошел показ фильма осколоносного израильского режиссера. Армия обороны Израиля продолжает действовать на территории больничного комплекса Шифа. По мнению военных, операция может продлиться еще несколько дней. На территории медцентра работают армейские бульдозеры. На несегодняшний день обыски и поиски заложников ничего не дали. Тем временем боевые самолеты ВВС Сахала уничтожили штаб морского спецназа террористов, а также дом главы полетбюро Хамас, который использовался как место встречи высокопоставленных полевых командиров группировки. На севере продолжается обмен ударами с Хизбаллой. Помимо этого, Цахал впервые за время войны начал действовать на юге сектора Газа. Листовки на арабском языке, сброшенные в Хан-Юниси, призывают жителей города эвакуироваться. Отмечается, что израильские военные высадились в восточной части города и будут действовать в этом районе против Хамаса. Три террориста обстреляли КПП возле туннеля, который соединяет Иерусалим с Гушиционом. Нападавших нейтрализовали. Есть пострадавшие среди израильтян. Шесть человек получили ранения и госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии. К контрольно-пропускному пункту были стянуты дополнительные силы Цахала, полиции и Магава. На месте происшествия работали саперы Иерусалимского округа. Они нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Шоссе номер 60 было временно закрыто для движения транспорта. Совет безопасности ООН проголосовал за предложенную Мальта-резолюцию с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа на достаточное количество дней. Амид Израиля призвался в Бес осудить Хамаса. Также отметил, что нет места к гуманитарным паузам в ведении боевых действий. Пока в заложниках остаются 239 человек. Израильский посол Гелат Эрдан заявил, что стратегия террористов состоит в том, чтобы намеренно ухудшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа и увеличить число жертв среди палестинцев. Напомню, что ранее предложенную России поправку о немедленном перемирии в регионе ООН не приняла. Сегодня микроавтобус, за рулем которого находился гражданин Японии, врезался на большой скорости в защитное ограждение возле посольства Израиля в Токио, ранив офицера полиции, находившегося на дежурстве. Он получил травмы средней степени тяжести. Водитель был арестован, им оказался 53-летний член ультраправой группировки. Предполагается, что попытка нападения совершена в знак протеста против войны в Газе. В то же время в Яреване была в очередной раз атакована единственная в городе синагога. Неизвестные подожгли молильный дом и опубликовали видео в азербайджанских интернет-порталах. Напомню, что в начале октября злоумышленники разбили окна здания, облили стены краской и бросили в синагогу бутылку с зажигательной смесью. Ответственность за нападение взяли на себя сразу две экстремистские группировки. Сегодня полиция Германии провела широкомасштабную общенациональную операцию против исламского центра Гамбурга, подозреваемого в поддержке террористической группировки Хизбалла. Отмечается, что он обладает значительным влиянием на ряд мечетей и мусульманских организаций в стране. Немецкая разведка уже не первый день следит за организацией, которая замечена в радикальном исламизме, пропаганде исламской революции, антисемитских и антиизраильских настроениях. В рамках операции стражи правопорядка провели обыски в 54 местах, связанных с исламским центром Гамбурга, а также еще в пяти мусульманских организациях, названия которых не разглашаются. В общинном центре горских евреев в Сокольниках состоялся очередной кинопоказ. Гости киноклуба посмотрели фильм оскароносного израильского режиссера Гая Натива «Голда. Судный день». Это драма о наиболее трудных днях, прошедших полвека назад в политической жизни премьер-министра Израиля Голды Мэйер. Репортаж Лены Мулзак. О Голде ходят легенды. Несгибаемость и особая харизма Мэйер давно привлекают не только историков, но и кинематографистов. События картины разворачиваются в самое страшное для Израиля время – в разгар войны Судного дня, продлившегося с 6 по 25 октября 1973 года. Удивительным образом резонирует с настроениями, которыми охвачен мир в наши дни. У нас сегодня 25-й кинопоказ, и он выдался на такие очень непростые дни для нашего народа. И мы надеемся, что то тепло, которое сегодня создают люди, которые приходят к нам, ту положительную энергию, увидят там, почувствуют и станет немножко теплее в сердцах. Десятки людей собрались в центре горских евреев, чтобы почтить память погибших в результате нападения боевиков палестинского движения «Хамас» на Израиль и поддержать народ Израиля. Всем нашим друзьям, знакомым и незнакомым в Израиле очень важна наша поддержка, потому что, скажем прямо, не все, к сожалению, поддерживают в этой ситуации Израиль. И для людей, живущих в Израиле, конечно, очень важна материальная помощь, но больше, мне кажется, нужна моральная поддержка, потому что дай бог, чтобы им хватило силы выстоять, не пасть духом, потому что это очень важно для победы. Организаторы вышли на прямую связь с сержантом армии обороны Израиля Цахал Тейла Таня Килибеева, доктор и командир отряда по эвакуации раненых из горячих точек. Каждый день она вносит важный вклад в нелегкой борьбе. Мы солдаты и граждане, сильная духа, и у нас, у евреев, есть поговорка, если мы прошли фараона, мы пройдем все. Мы победим. Лауреат международного конкурса «Астарай Джуру-2» Алла Исакова исполнила песню в поддержку народа Израиля. Я родилась в Израиле, для меня это многое значит, чтобы прийти сегодня и поддержать свой народ в рамках кинопоказа. Сегодня хочу всем сердцем, всей душой спеть эту песню. Для меня это очень важно. Главную роль в картине сыграла Хелен Мирен, которая открыла личность Голды Мэйер, как не только женщины-лидеры на Ближнем Востоке, но и человека острого ума, твердой воли и хорошего чувства юмора. Помните, что я, во-первых, американец, во-вторых, госсекретарь и, в-третьих, еврей. Вы же помните, что в Израиле все читается справа налево. Во время традиционного обсуждения фильма поговорили о том, как важно объединяться и чувствовать поддержку. Очень важно и обязательно нужно это делать, объединять людей, потому что в такие впору тяжелейших, драматических, ужасных испытаний, которые выпали на долю Израиля, еврейского народа, людям надо объединяться и помогать друг другу. Каждый, это психологи говорят, это жизнь подтверждает, помогая другим, человек приходит в более спокойное, гармоничное психологическое состояние, и он может пережить весь этот ужас, который на людей свалился. С выбором фильма организаторы не ошиблись. Именно в этой хронике мэйр оживает, шутит, смеется, призывает сильных мира сего к примирению, отстаивает независимость своей страны и находит общий язык с каждым. Будь это вчерашний враг, политический оппонент или верный друг. И становится очевидно, почему перед ее обаянием и силой духа было невозможно устоять. Это прям вышел пророческий фильм, который прям отражает все, что происходит. Лучшего выбора представить для показа, тем более в такие дни невозможно было. Очередная встреча киноклуба состоится совсем скоро. Следите за анонсами в телеграм-канале. Держите руку на пульсе еврейской жизни. Истории выдающихся музыкантов, дизайнеров, писателей и общественных деятелей. Навсегда изменивших мир. Еврейский пульс. На Первом еврейском. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!